Горы пластиковых отходов и специфичный запах пластиковых бутылок поступают сюда со всех уголков области. Что-то сдают владельцы многочисленных кафе и ресторанов, что-то отбирается на свалках. Сложно представить, что из этого мусора впоследствии может получиться пластиковой тары и даже текстиль. Сырье для производства, скажем так, уже получения, конечно, продукта. Планируем в этом году, в этом году мы планируем сейчас отработать продажу флекса. Вы выйдете, скажем так, на более высокий уровень качества выходной продукции. На перспективу планируем закупать еще оборудование для производства полимерного волокна, для производства синтепона, для производства одежды, скажем так, готовое сырье. Для нас это товар, для заказчика это сырье. Каждая бутылка после соответствующей обработки попадает на линию, где ее сначала измельчают, а затем уже измельченный продукт отправляют в специальный агрегат, который и трансформирует обрезки в гранулы. Гранулам найдется достойное применение. Не сомневается в этом и глава области, побывавший на предприятии. Овощи, фрукты, пищевые продукты. Дай нахожу. Готовое сырье цех планирует экспортировать в российские города – Москву, Самару, Челябинск и Екатеринбург. На сегодня на предприятии трудятся 25 человек. За один час завод может переработать 300-500 килограмм пластиковых отходов, а за один месяц – до сотни тонн отходов. Продолжение следует...